Начать сегодня предлагаю с хроники днища прорыва. Ахмедики из Красноярска ищут водителей волонтеров для перевозки врачей к пациентам на дом. Еще раз для тех, кто не понял, волонтеров тамошнее здравоохранение разыскивает, то есть людей, которые согласятся помогать родине на общественных началах или даром. Да оптимизировались, блин, начинаем! Нет, понятно, что за окном какой-то ковид бушует, карет скорой помощи не хватает. Но по идее в таких случаях, а мы имеем дело с пандемией, напомню, бюджеты должны как-то корректироваться с учетом изменения ситуации. Это нормальная практика, во всем мире так делается. На эти цели, к слову, в бюджеты всегда закладывают СОДОП-средства. Называется все это непредвиденными расходами и прописывается в документах отдельной строкой. Однако в данном конкретном случае у меня, знаете, вопрос возникает. А на что красноярские чиновники уже успели потратить те непредвиденные деньги? В лидеры по числу зараженных регион ни разу не попадал. Ситуация там средняя. Больниц новых в режиме ошпаренной кошки тоже не строили. Да и с обещанными доплатами медперсоналу людей в основном кинули, как и везде. Простите меня, мой французский. Тогда на что бабки-то израсходовали? Даже сейчас, когда возникла потребность в дополнительном транспорте, ребята волонтеров ищут. Где деньги? Я спрашиваю. Хотя... Ответ я и так знаю. Вот, вы знаете, воистину правильная поговорка. Кому война, кому мать родна. И обратите внимание, в этой войне с пандемией проигрывают исключительно обычные люди. Причем постоянно, зато услуг народных все прекрасно. МОСКОВСКИЙ СОБАЛЬНЫЕ СЛУГИ МОСКОВСКИЙ СОБАЛЬНЫЕ СЛУГИ МОСКОВСКИЙ И НЕ СОВСЕМ ОТ МЕДИЦИНЫ. Впрочем, у этих тоже все хорошо, как мы видим. Ну, а теперь серьезно. Знаете, я, например, и правда ни разу не слышал, чтобы какой-то губернатор, министр, мэр или депутат пожаловались. Ой, проблемы у меня с банком начались. Вынужден был взять кредит полгода назад, когда все только начиналось, дабы семья не голодала сейчас. Вот отдавать займ совершенно нечем. В суд вызывают машинку нашу, единственную старенькую, описывать хотят. ПУТИН, ПОМОГИ! Вы ведь тоже такого не наблюдали, да? У чиновников и депутатов проблем почему-то не случается. Повторюсь, даже в самых непростых ситуациях они вон поют, танцуют, отдыхают, жрут от пуза. А в Красноярске в это время врача ждут, которого довести не на чем, да и не на что. Движение водителей-волонтеров набирает обороты в Красноярске. Добровольцы подвозят врачей на вызовы к пациентам. Особо востребована такая помощь в детских больницах. На сегодняшний день среди детей, прикрепленных к поликлинике номер 8, коронавирусом болеют 189 человек. Кстати, знаете, что забавно? Ровно в тот день, когда в ленту попала новость с Красноярском, мои коллеги из МБХ и Радио Свобода придали огласке другую интересную информацию, касающуюся бюджетных трат. И вот сейчас держитесь за что-нибудь. Министерство обороны России выделило 15 миллионов рублей на приобретение бытовых пылесосов. Провод, пожалуйста, с официального сайта госзакупок. Как тебе такое? Илон Маск. Минздраву водителям заплатить нечем, а Минобороны пылесосы закупают на миллионы рублей. Ага, без пылесосов ведь обороноспособность страны рухнет просто. Но и это еще не все. Самое забавное. История с теми несчастными пылесосами для военных всплыла аккурат, когда Минфин заговорил о необходимости сократить армию на 100 тысяч человек в целях экономии бюджетных денег. Ребят, блин, Голливуд отдыхает. А это реальная журналистика. Новости дурдома снова с вами. Поехали. Не могу не поздравить олухов, которые, повиливая, хвостиками бежали в июне и июле голосовать за поправки в Конституцию под радостные визги. Это же здорово изменит нашу жизнь. А вот и изменения подвезли господа лохи. Простите, олухи. Теперь к конкретике. Одной из поправок, которую предлагалось одобрить, была поправка о доступной медицине. Для Шариковых даже киношки снимали, показывали специальные, где говорили Шариков, выключи мозги сейчас, мы окунем тебя в мир прекрасного, и будет тебе счастье в будущем. Вам не сейчас, галочку поставь, где нужно. Почему важны поправки о доступной и качественной медицине? Здоровье нации – это одна из приоритетных задач государства. Особенно сейчас, когда болезнь может подкосить целые города. Потому что население России, наши дети обязательно должны расти здоровыми и счастливыми. Потому что я хочу быть здоровым и получать медицинскую помощь в любое время и в полном объеме. Многие здравомыслящие и просто неравнодушные люди уже тогда на БАД били, кричали, россияне, остановитесь, вас хотят обмануть, не ведитесь. Кстати, я тоже был в числе таких неравнодушных. Тоже об этом кричал, ну вот чтобы не быть голословным. Программа «Реальная журналистика» опубликован, наивышедшая в эфир 27 июня 2020 года. Пожалуйста, фрагмент из нее. Ну и опять же, да, не читали, что по этому поводу написано в Конституции 93-го года. Читаем вместе. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях оказывается гражданам бесплатно. И за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Вы правда мечтаете поменять бесплатную медицину, для вас бесплатную, на доступную? То есть сегодня, грубо говоря, тебя привозят по скорой в клинику. С каким-то осложнением, например, и по Конституции у тебя есть право получить необходимую помощь бесплатно. Пусть и на начальном этапе, но ты, видимо, мечтаешь, чтобы было вот так. Скорая, приемный покой. Хе-хе-хе, братан, а деньги-то у тебя есть? Да вы чего? Я вообще при смерти. Какие деньги? Прости, дорогой, но так не пойдет. Есть два варианта. Либо мы тебя везем туда, где взяли, и помирай там себе на здоровье. Либо вот эту вот бумажку подпиши на получение кредита на твое лечение в банке. Первый медицинский, что будет принадлежать, например, какой-нибудь Голиковой, и едем в операционную. Прошло всего 4 месяца и началось. В закон об обязательном медстраховании вынесли соответствующие корректировки. Какие? 1 ноября стало известно, что Госдума в первом чтении уже одобрила нововведение, по которому из закону исключается самое важное положение, а именно, часть 5 статьи 15, где говорится, что медицинская организация не вправе отказать застрахованному лицу в оказании помощи по программе ОМС, то есть по полису, не вправе отказать. Вот теперь этот пункт исключают оттуда из закона. Если совсем на пальцах депутаты фактически разрешили любой больнице или поликлинике послать тебя с этим самым полисом куда подальше, даже если ты загибаешься и вот-вот помрешь, нет, за деньги-то и по сходной цене, пожалуйста, мы рады вас видеть. И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат. А вот по полису поговаривают, что связано оноя с тем, будто в самом фонде медстрахования начались проблемы, катастрофически не хватает средств, но у меня вот, вы знаете, столько ощущений присутствует, деньги наши просто решили прикарманить. Так же, как пенсионные накопления, например, или там вклады советские, многое другое. Браво! Впрочем, хотите честно, а мне снова не жалко россиян. Есть такая старая добрая поговорка, скупой платит дважды, дурак трижды, а лох платит всегда. Подавляющее большинство наших соотечественников, они и правда лохи. Причем ленивые лохи, их 30 лет, по одной и той же схеме, каждый раз кидают и не в коня корм. Только ведь с пенсионной реформой точно такую же аферу провернули, нет бы задуматься зачем. Мы опять сидим у телевизоров или там у компьютерных мониторов, слушаем каких-нибудь проплаченных козлов, это все ради вас делается и бездумно. Мы затем бежим, к чему расписаться, я за. Даже ведь не почитали те поправки 90% проголосовавших. А сейчас поздно, пить боржоми. Ну что я могу сказать? Голосовали на пеньках, теперь вот и лечиться будете на лавочках, так вам и надо, все. Даже говорить ничего больше не хочу. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. В тысячный раз призываю подписаться на наш второй канал, этот уже конкретно топят и цензурируют. Просмотры морозят и скручивают, из трендов рекомендованных выкидывают людей, без их ведома отписывают. В общем делают все, чтобы меня и таких как я, россияне, не услышали. С новым каналом хотя бы временная возможность появится прорвать информационную блокаду. В обозримом будущем сделаю об этом большую программу, ну а на сегодня откланиваюсь. Подписывайтесь, приходите к нам в соцсети, поддерживайте, распространяйте, короче, будьте активными. Все, пока. Пока.